всем привет с вами андрей деркач и этот детали проект настоящего времени готовы объять необъятное и при этом изучить каждую мелочь в мире науки медицины и новых технологий смотрите сегодня из воздуха узнаем о новом неприхотливом способе получения электричества как в воду глядела расскажем об алгоритме который предсказывает результаты лечения депрессии картина маслом посмотрим как искусственный интеллект превращает набор слов в изображение а также истина где-то рядом наса объявила необходимости изучения нло получать энергию практически из ничего давняя мечта человечества и к ней ученые приближаются семимильными шагами в одном из последних исследований они научились производить электричество буквально из воздуха технология получилась крайне неприхотливое устройство может с легкостью заменить пальчиковую батарейку а это уже говорит о многом андрей цветков знает больше портативная электроника смартфоны носимые устройства имеют один недостаток для того чтобы поддерживать их работу вам рано или поздно придется найти розетку ученые из национального университета сингапура создали батарею которая работает одновременно как аккумулятор и как генератор тонкая полостка ткани по напряжению и по энергетической плотности достигает практически схожих показателей с известной всем батарейка типа 2а при этом она не токсична для окружающей среды дибайс измитров а и купленный устройство сделано из экологически чистых материалов таких как соль хлорид натрия и углеродные чернила эти материалы находятся в избытке на земле поэтому даже если после использования мы их выбросим то они не нанесут такого вреда окружающей среде технология именуется м и джи что обозначает производство электроэнергии с использованием влаги интерес к этой технологии обуславливается растущим спросом на электронику способную самостоятельно обеспечивать себя энергией команда ученых использовала широкодоступные материалы например ткань которая используется в устройстве сделаны из древесной целлюлозы и полиэстера одна ее часть покрывается гидроскопическим ионным гидрогелем эта сторона именуется влажной другая соответственно сухой на данный момент гидрогель на основе морской соли может впитать количество воды в шесть раз превышающие его собственный вес он впитывает влагу из воздуха откуда же берется электричество как только гидрогель на одной стороне материала начнет впитывать влагу из воздуха изменяется поверхностный потенциал материала и за счет изменения разности потенциалов между влажной и сухой стороной создается электрическое поле это обеспечивает движение электронов через устройство способность сохранения электрической мощности также была испытана учеными во время тестов устройство находилась в открытой влажной среде на протяжении 30 дней гидрогель влажной стороны успешно удерживал воду в то время как сухая сторона отличалась низким содержанием воды также проводились испытания на стрессоустойчивость ткань скручивалась проворачивалась и сгибалась для демонстрации надежности ученые сделали из нее фигурку оригами при этом это никак не повлияло на производительность устройства электрическое напряжение устройства составляет 1,5 вольт выше чем у некоторых типов батарей 2а но ученые отмечают необходимость некоторых изменений и доработок в будущем энергетическая плотность материала пока ниже чем в обычной батарее конечно мы можем изменить некоторые материалы например заменить углеродное волокно трехмерными материалами энергетическая плотность может быть увеличена и посредством замещения других материалов если мы заменим хлорид натрия другим типом соли, то производимое напряжение также может быть увеличено. Главной слабостью технологии MEG является чрезмерная водонасыщенность при длительном нахождении во влажных условиях. Дальнейшее улучшение материалов может подарить нам экологически чистую батарею-генератор, способную вырабатывать электричество на протяжении сотен часов. Андрей Цветков, Юрий Закревский. Специально для программы «Детали». Будущие авиации за электрическими двигателями уверены в Швеции, где недавно озвучили свой план по созданию электрического пассажирского самолета. До его первого полета, возможно, осталось ждать не так и долго. Шведский производитель самолетов Hard Air Space представил свою концепцию первого электрического самолета для перевозки 30 пассажиров. В своих первых прототипах инженеры планируют протестировать на Земле такие вещи, как пропеллеры и аккумуляторы, после чего они будут строить версию для полетов, производство первой из которых запланировано на 2026. Несмотря на то, что мы строим небольшой самолет с довольно ограниченным радиусом полетов и предназначенный в основном для коротких региональных перелетов, технология, которую мы собираемся разработать, создаст основы для сокращения к 2050 году выбросов CO2 в атмосферу. ИС-30 рассчитан на 200-километровый полет на одной подзарядке. Резервный гибридный турбогенератор, работающий на экологичном авиационном топливе, может удвоить дальность полета до 400 километров, например, при перелете из Гетеборга в столицу Швеции — Стокгольм. «Пока мы можем лететь только около часа на имеющемся у нас самолете. Согласно нашим требованиям, нам нужно иметь запас в 10 минут. В других аэропортах он должен составлять 30 минут. И если посмотреть на темпы развития аккумуляторов, системы управления, электрических двигателей, которые используются в автомобильной промышленности, то в итоге то же самое будет и в самолетах». United Airlines и Mesa Air Group уже заказали 200 таких самолетов. На днях было объявлено, что Air Canada также разместила заказ на 30 самолетов и инвестировала в компанию 5 миллионов долларов США. «Электрические самолеты пока не сравнятся по дальности полетов с обычными самолетами, но мы можем предложить низкий уровень шума, короткую взлетную полосу, нулевой уровень выбросов, а это плюс не только для климата в целом, но и для окружающей среды вблизи аэропортов». Самолеты вносят незначительный вклад в глобальные выбросы парниковых газов, но ожидается, что их доля будет расти. Авиационная индустрия поставила перед собой цель достичь нулевых выбросов к 2050 году, хотя эксперты настроены скептически. В настоящее время осуществляется бесчисленное количество проектов по разработке более экологичных самолетов. Например, британская компания Vertical Aerospace получила не менее 1350 заказов на свой электрический четырехместный самолет VX-4 с вертикальным взлетом. А аэрокосмический гигант Airbus изучает водородные двигатели в рамках своего проекта Zero-E. Другие новости недели далее в нашем дайджесте. Американские национальные институты здоровья сообщили о первом успешном вживлении в сетчатку глаз пациента участка тканей, сделанной из его собственных стволовых клеток для лечения географической атрофии. Сегодня это заболевание является основной причиной потери зрения среди пожилых жителей США. И до настоящего момента лечения от него не было. Операция стала кульминацией 10 лет исследовательских разработок. Клетки крови пациента были преобразованы в тип клеток IPS, который может становиться практически любыми тканями при дальнейшем поступлении в организм. В данном случае они были запрограммированы на превращение в клетки пигментного эпителия сетчатки. Экспериментальная имплантация была проведена с целью выявления возможных побочных эффектов этой терапии. Из-за массовой гибели от грибкового патогена сотен видов лягушек в Центральной Америке за последние 30 лет большее число жителей региона заразились малярией. Таковы выводы многолетнего исследования в связи биоразнообразия экосистемы и здоровья человека. Они сделаны на основе данных полевых исследований, информации со спутников и недавно оцифрованных записей Минздрава в Коста-Рике и Панаме. Доклад опубликован в профильном журнале «Экологические исследования». На этой неделе в Китае была запущена экспериментальная фабрика по производству биоразлагаемого пластика на основе угля. Изделия из полигликолевой кислоты могут заменить большое количество неразлагаемых пластиковых товаров и способны безвредно разлагаться в природной среде, такой как почва и морская вода в течение шести месяцев. По сравнению с производством традиционных пластиков, расход угля на тонну полигликолевой кислоты вдвое меньше, а выброс углекислого газа в процессе производства может быть уменьшен на две трети. В Израиле на популярном пляже под Тель-Авивом была случайно найдена погребальная пещера возрастом 3300 лет. Местные строители обнаружили ее вход во время работ по благоустройству пляжа. Внутри пещеры археологи из Управления древности обнаружили десятки неповрежденных предметов из керамики и бронзовых артефактов. По словам специалистов, находки свидетельствуют о контактах их владельцев со всем восточным Средиземноморьем. К сожалению, несколько предметов были украдены до того, как археологи успели побывать в пещере. Спустя 70 лет после того, как в Индии умер последний гепард, в страну вернулись эти большие кошки. Премьер-министр Норендра Моди лично выпустил из клеток 8 привезенных из Намибии гепардов в Национальном парке в центре страны. План по восстановлению популяции этих кошек ранее столкнулся с протестами местных фермеров. Однако власти заявили о готовности компенсировать им ущерб в случае возможной гибели скота. В мире осталось менее 7 тысяч взрослых гепардов. И теперь они населяют менее 9% своего первоначального ареала обитания. Гепарды исчезли из Индии в 1952 году из-за охоты и потери среды обитания. Депрессия – одна из самых распространенных болезней на планете, лечение которой больше, чем другие недуги, требует индивидуального подхода. Поэтому может пройти много времени, прежде чем для пациента будет подобрана эффективная терапия. Но эту проблему можно решить, если предвидеть результат лечения с помощью носимых устройств и данных, которые они генерируют. Около 5% населения на планете страдает от депрессии. И наиболее эффективный способ ее преодоления – это поведенческая терапия, стремящаяся выработать у пациента полезные привычки в поведении. Она часто предполагает получение определенных навыков, которые помогут человеку составлять план позитивных действий и справиться с симптомами депрессии. Это очень важный инструмент в психотерапии. Проблема в таком виде терапии заключается в том, что она не универсальная, и ее надо подбирать, что требует времени, которое уже могло быть потрачено на лечение. К тому же цена за такую терапию достаточно высокая. Представьте, что вам пришлось пройти через дорогое и длительное лечение только для того, чтобы выяснить, что оно не работает. И вот как раз здесь на помощь может прийти искусственный интеллект. Мы можем построить модель, которая на основе данных о пациенте будет предсказывать, насколько лечение будет полезным для него. За создание такой модели взялись ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе. В процессе работы они должны были решить ряд проблем. Одна из них — необходимость получения данных о пациенте непрерывно и на протяжении достаточно длительного времени. В отличие от госпитализированных пациентов, подключенных к различному оборудованию, в нашем случае доступа к такого рода данным нет. Однако мы можем использовать популярные носимые устройства, которые следят за Вашим сном, количеством шагов, сердцебиением и так далее. С помощью этих устройств мы можем делать некоторые выводы и о психическом состоянии пациентов. Вторая проблема в том, как натренировать алгоритм, чтобы он новые данные конкретного пациента связал с тем или иным уровнем эффективности лечения. Ведь для такой тренировки или обучения нужны ранее собранные во время исследований данные, которые будут использованы искусственным интеллектом в качестве отправной точки. Мы сотрудничали с Университетом Иллинойсов Чикаго. Они провели для нас исследование эффективности поведенческой терапии с участием около ста человек. Участники были подобраны по схожим изначальным характеристикам. Две трети составляли те, кто проходит лечение, и одну треть — это контрольная группа. Во время тестов каждая из двух групп получила по браслету Fitbit. На протяжении двух месяцев данные пациента фиксировались. На их основе модель пыталась предвидеть результаты шестимесячного лечения. Смысл в том, что Fitbit предоставляет динамическую информацию об уровне активности, характере сна, сердцебиении. И через два месяца после начала терапии мы пытаемся предвидеть, нужно ли пациенту продолжать этот курс на протяжении еще четырех месяцев. Исследование позволило нам построить модель, которую потом можно будет использовать в медицинской практике. Чтобы получить более точные настройки моделей, ученым нужны более масштабные исследования. Такие исследования занимают очень много времени, и они очень дорогие. Но недавно мы начали работать с намного большей группой людей в трех университетах. Она будет включать примерно тысячу пациентов. Ученые также планируют использовать технологию машинного обучения и браслеты Fitbit в исследовании эффективности поведенческой терапии по снижению веса. Искусственный интеллект постепенно перестает восприниматься как нечто бездушное. А все благодаря тому, что он начинает проявлять признаки творческой личности, которую на создание произведения искусства может подтолкнуть даже бессвязный набор слов. От космонавта верхом на лошади до собаки в берете. Возможности до Ли-Ту кажутся безграничными. Это последняя версия созданного на основе искусственного интеллекта генератора изображений. Разработчиком проекта является компания OpenAI из Сан-Франциско. Суть технологии в том, что нейронная сеть проходит обучение, используя сотни миллионов изображений с подписями. После этого она может преобразовывать практически любой текст в изображение, даже если этот текст не имеет смысла. 19-летний Илон Брейнс – один из миллиона пользователей, которым довелось оценить возможности до Ли-Ту. Я не думаю, что это может заменить настоящих художников и графических дизайнеров. Это будет скорее инструмент, который придется по душе художникам и который упростит их творческий процесс. Профессор Калифорнийского университета в Беркли и исследователь цифровой криминалистики Хани Фарид протестировал до Ли-Ту и тоже был впечатлен. Мое первое впечатление было неизгладимым. Я был абсолютно поражен. Тем не менее, Фарид обнаружил, что до Ли-Ту не всегда правильно понимает перспективу, как в этих изображениях, полученных из фразы «Три куба на тротуаре сфотографированные в солнечный день». Это полный провал. Он просто поставил тени не в то место. Фарид говорит, что эти и другие несоответствия являются теми подсказками, которые помогут таким исследователям, как он, определить, является ли изображение реальным или поддельным. Но по мере того, как системы становятся более совершенными, это будет все труднее делать. Фарид говорит, что количество сгенерированных изображений еще больше усложняют эту задачу. Мы имеем дело не с парой изображений в неделю, парой изображений в год или месяц. Мы имеем дело с тысячами изображений каждый час. И все они синтезируются и распространяются, искажая реальность. А пока До Ли-Ту раздвигает границы искусства, которое, по сути, и является искаженной реальностью. Тина Трин, Андрей Деркач, Сергей Дагатарь. Специально для программы «Детали». Благодаря смартфонам запечатлеть на камеру какие-либо необычные явления сегодня становится проще простого. В том числе те, которые подпадают под категорию неопознанных летающих объектов. Возможно, поэтому игнорировать наличие таких объектов все сложнее, а значит, настало время их широкого и открытого изучения. Именно об этом недавно заявила НАСА Алексей Горбачев оценил перспективы. В НАСА заявили, что начинают научные исследования НЛО. Неопознанных летающих объектов их сейчас еще называют неопознанными воздушными феноменами – НВФ. Космическое агентство США заявило, что намерено идентифицировать и охарактеризовать имеющиеся данные о них. Термин НВФ циркулировал в разведывательных кругах задолго до 2000-х годов. Идея в том, что этот термин является более аккуратным. Он позволяет уйти от терминологии летающих тарелок и неопознанных летающих объектов. То есть он не подразумевает, что речь идет о чем-то, что нужно пилотировать. Разговоры о воздушных феноменах вышли на новый уровень после рассекречивания американским правительством. Данных о том, что в период с 2004 по 2021 год военные зафиксировали в воздухе почти полторы сотни неопознанных объектов, представляющих потенциальную угрозу полетам и национальной безопасности США. Все указывает на то, что и военные, и разведывательные ведомства Соединенных Штатов относятся к этим данным очень серьезно. По их словам, речь идет о реальных объектах, с которыми они, судя по тому, что они говорят публично, не знают, что делать. В докладе, подготовленном директором национальной разведки США, подчеркивается, что массив данных о неопознанных летающих феноменах появился благодаря формализации процесса документирования таких явлений военными. По данным разведки, большинство НВФ представляют собой физические объекты, зафиксированные несколькими способами одновременно, включая радар, инфракрасные и электрооптические сенсоры, а также визуальное наблюдение. То, что происходит с 2017 года, это совершенно новый и особенный подход. Все началось с флота, но затем и различные разведывательные службы также заявили, что вновь заинтересованы в исследовании этих явлений. Изучением НЛО в США сейчас занимается целый ряд ученых и журналистов. Ранее создатель фильмов об НЛО Джереми Корбелл опубликовал рассекреченное 46-секундное видео, на котором предположительно запечатлен ряд объектов, окружающих корабли военно-морского флота США у побережья Сан-Диего. Популяризацию темы НЛО можно видеть и в киноиндустрии, например, в документальном сериале «Ранчо скинуокер», набирающем популярность на Netflix, и посвященном сверхъестественным явлениям, якобы замеченным в штате Юта. Исследование НАСА выводит дискуссию о необъяснимых явлениях на вполне официальный уровень. Что можно ожидать? Возможно, по итогам НАСА выступит за явлением, означающим, что все это требует серьезного изучения со стороны ученых-академиков, и что необходимо дальнейшее исследование, чтобы мы как бы докопались до сути всего этого. Исследование НАСА возглавит астрофизик Дэвид Спергель. Начальный бюджет небольшой, около 100 тысяч долларов США. Ожидается, что первые итоги будут озвучены весной-летом 2023 года. В агентстве надеются, что современная наука поможет им понять природу ранее неизученных феноменов и подчеркивают, что исследование будет проходить на фоне других проектов НАСА по поиску жизни за пределами нашей планеты. Алексей Горбачев, Сергей Дагатарь. Специально для программы «Детали». НАСА готовится к решающему этапу миссии «Дарт», которая протестирует способ отведения угрозы от нашей планеты в случае появления в поле зрения опасного астероида. Сама миссия была запущена ещё в прошлом ноябре, и вот теперь космический корабль долетел до астероида и готов к столкновению с ним. Диморфос — это маленький астероид. Мы никогда не видели его вблизи, мы не знаем, как он выглядит, мы не знаем, какова его форма. И уже только это является для нас сложностью с технической точки зрения. Столкновение с астероидом — сложная задача. Само столкновение, цель которого — изменить орбитальную траекторию полёта астероида запланировано на 26 сентября. Космический корабль врежется в Диморфос со скоростью 24 тысячи километров в час. Мы провели много репетиций, во время которых тренировали нашу команду справляться с непредвиденными ситуациями. Так что на данный момент я могу сказать, что мы готовы. Наземные системы готовы, космический корабль исправен и находится на пути к столкновению. Само столкновение будет фиксироваться на камеры, установленные на самой конструкции на миниатюрном космическом корабле, который был выпущен из основного модуля примерно за 10 дней до столкновения. Изображение впоследствии будет передано на Землю. За 2,5 минуты до столкновения SmartNav, это наш автономный алгоритм навигации, отключится, и мы просто направим на астероид камеру и сделаем удивительные снимки, которые будут получены впервые. Астероид, на который нацелен Дарт, не представляет реальной угрозы и является крошечным по сравнению с астероидом, который столкнулся с Землей около 66 миллионов лет назад, что привело к вымиранию динозавров. Но ученые говорят, что астероиды меньшего размера встречаются гораздо чаще и могут с большей долей вероятности сталкиваться с нашей планетой. Если наши ожидания совпадут с тем, как ведет себя реальный астероид, то мы сможем использовать наши расчеты и в других ситуациях. С другой стороны, если астероид отреагирует на столкновение совершенно неожиданно, то это может фактически отбросить назад наше понимание того, каким вообще должно быть кинетическое воздействие. Это были детали. Очередной раз заглянем вместе с вами в мир будущего уже через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова